Здравствуйте, уважаемые любители ножей, зрители нашего видеоканала. Сейчас я вот этим ножом совершенно другой концепции, который позиционируется как неубиваемый для всевозможных силовых нагрузок, всевозможных издевательств, попробую снять сутки мясо на котлеты. Ну, эта модель, как вы видите, 0.41, я про нее уже рассказывал, повторяться не буду, и не могу же я из видео-видео говорить все про нее. Но мне самому интересно, потому что я себе оставил такой нож, мне самому интересно, как она поработает по мясу. Будем сейчас это делать не на кухне, потому что мне здесь комфортно, я сижу, там на кухне стоять приходится. У меня, еще раз говорю, большая кухня еще не достроенная, она маленькая. И потом это когда готовишь на кухне, ну а здесь же я просто по большому счету нож показываю. Вот, поэтому я думаю, что мы с этим как-то разберемся. Вот эта уточка, которая у нас выращена на мякушках, вот, очень вкусная, хорошая. Я из нее буду делать котлеты. Для того, чтобы делать котлеты, я сейчас с нее буду снимать филе. Значит, здесь вот у утки кость, чтобы вы понимали, вот она. Вот, я прошел вдоль нее. Прошел. Здесь вот вторая кость. Ну и сейчас я расскажу ощущения, поскольку я этим ножом, кроме как ковырять какие-то деревяшки, ничего не делал. Ну, вот сразу что бросается. Вот я в глаза, вот я как бы даже соскабливаю мясо, то есть он уже даже когда начинаешь им работать, уже его не бережешь. То есть... В котлеты идет все. Кроме костей. Кроме костей. Нож острый, только с завода, он еще для этой работы не всегда даже хорошо, что нож острый, потому что он цепляется постоянно, в кости врезается. Нет, не то, что не всегда, просто надо привычку. Некоторые делают котлеты и пельмень только из грудки, но я считаю это неправильно, потому что, ну что здесь, во-первых, уж не так-то и много, я что куся, что утку разделываю полностью. Пока что могу сказать, нож достаточно неплохо себя ведет для данной операции. Достаточно неплохо. Еще раз говорю, на красоту не претендую. Проверяю функциональность данного ножа, потому что неубиваемость неубиваемостью, а понять, как он себя ведет на простой работе, мне вот кажется, это надо. Вообще, каждый ножевик, если он хочет делать ножи, которыми люди будут пользоваться, и которые будут, это совет начинающие, которые будут пользоваться популярностью, как некоторые наши ножи, он в первую очередь должен их сам тестировать и понимать вообще, для чего нож-то. Одно дело, когда рассказали, другое дело, когда попробовал сам. Нож идет неплохо. Неплохо. На котлеты и пельмени я снимаю все, и потом прокручиваю вместе с кожей. Все это очень хорошо усваивается. Вот здесь можно снимать кусочками. Значит, я просто рекомендую, если вы собрались сделать какой-то фарш для котлет или пельменей, использовать птицу целиком. Не так уж на это надо много времени. Вот здесь можно. Вот так. 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 Так. вот 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 так. вот. вот так. 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 вот. вот так. 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 тупо, по сути, пропадет, потому что обгладывать его тут вряд ли кто будет. Поэтому лучше его сразу срезать. Кстати, вот этот финг чем удобно? Она толстая, я на нее могу вот так вот нажать. И все. Так. Так. В принципе, вот это компактно. Ну, вот тут, я не знаю, сколько тут, ну, блин, 300 грамм из костей. Все остальное здесь. А ну, вот дальше здесь. Так. Так. Сейчас стул все равно придется мыть. Слава богу, он моющийся. Ну, дальше что я делаю? Дальше я режу. Вот. Обращаем внимание, нож после того, как резал косточки, работал по костям. Очень хорошо идет по мясу, по шкуре. Откроем. Приятного. Теперь. Что ли, по мере. Как вы видите. Так. 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 Немного. В общем, вот этот нож, который неубиваемый, он еще и очень-очень неплох в хозяйстве. Конечно, наверное, яблоки будет плохо резать. Или картошку. Смотрите, как выглядит. Отлично. Некоторые я видел обгрызками, снимая. Но мне кажется, это дольше, как-то неправильно. Кстати, вот это утки, породы, это муарды. Они мне очень понравились, я на лучший год заведу больше. Во-первых, очень вкусные. Во-вторых, не жирные диетические. В-третьих, кроме того, что для личного пользования, у них еще очень хорошо покупают. Вот. Так, бумажки бы еще проверить, как... Я из кадра не убираю. Вот. Ну-ка. Ну, я думаю, господа, более чем... Финка 0.41 не только неубиваемая, но и достаточно практичная. Рекомендую. Продолжение следует...